Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов, у микрофона редактор Сергея Лана Антонова. «Я от снега не бегу, я родился на снегу. На меня струилась с неба благодать большого снега». Эти строчки народного поэта Семёна Данилова вдохновили известного писателя, поэта, лауреата многих литературных премий страны, задумать новый проект для авторов и любителей поэзии и литературы. Так, в 2013 году в Якутске впервые был проведён международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». С тех пор он стал традиционным и проводится один раз в два года. В эти дни в преддверии «Большого снега» мы ждём очередных встреч. Какие результаты достигнуты за эти прошедшие годы? Какие литературные процессы происходят в других регионах России? И кого объединит фестиваль в этом году? Ответить на эти и другие вопросы мы попросим сегодня гостя нашей студии. Итак, это известный писатель, прозаик, поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Союза писателей нашей республики, лауреат Большой литературной премии России и литературной премии имени Дельвига, автор проекта Наталья Ивановна Харлампия. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа одновременно выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, Наталья Ивановна, давайте начнём, как говорится, с АЗОВ. Как начинался фестиваль? Как появилась эта задумка? Дело в том, что в последнее время, начиная с 90-х годов, литературные связи между регионами России, ну и с дальним зарубежием, ближним зарубежием, очень сильно ослабли. И, конечно, тем молодым, кто идёт за нами, если мы имеем там своих каких-то давнишних переводчиков, приобретённых молодости, скажем так, да, тому поколению, которое идёт за нами, уже трудно было налаживать какие-то связи, находить переводчиков. Это меня, конечно, немножко угнетало, я об этом думала. Но начался он в 12-м году, первый фестиваль прошёл в 2012 году, а началось, как всегда, с малого. Меня пригласили в Варшаву на фестиваль. Поэт Александр Навроцкий, он проводит там фестиваль славянской поэзии. Как ни странно, он там вышел через друзей на меня и пригласил меня на этот фестиваль. И я была на этом фестивале, приняла участие, посмотрела. Ну, я как организатор, наверное, подсмотрела где-то как-то что-то. И я поняла, что даже один человек может на плечах вынести такое большое литературное сборище, и что его можно повернуть в целом на развитие литературы. И вот в 2012 году я задумала этот фестиваль и назвала его строчкой своего учителя, народного поэта Семёна Данилова. И надо сказать, конечно, что всё-таки одному человеку это не под силу. Да, кто поддержал, кто помог в этом деле. Поддержала Министерство культуры тогда, культуры и духовного развития. Тогда там был департамент по духовному развитию Ольга Михайловна Харайбатова. И поддержал тогдашний глава нашей республики Егор Афанасьевич Борисов. И поэтому этот первый фестиваль состоялся. И состоялся очень, как мне тогда показалось, очень удачно, потому что приехали очень известные, именитые люди. И завязались какие-то дружеские контакты, планы на будущее. Тот же Александр Навроцкий, который приехал из Польши. Матвей Чайбонов из Бурятии. Из Монголии были наши друзья. Ну, в общем, первый же фестиваль показал, что просто его нужно проводить периодически. И Егор Афанасьевич тогда принял решение, было распоряжение его принято о том, что этот фестиваль будет один раз в год проводиться. У нашего якутского литературного фестиваля такое поэтическое название «Благодать большого снега». А вот почему именно снег объединил вокруг себя литераторов? Казалось бы, есть регионы, где снега практически нет. Представители приехали в фестиваль. Да, дело видите в чём. Ну, чем может Якутия, как говорится, похвастаться, добавить копилку своего имиджа, какие-то вещи? Это, конечно, наши морозы, наша зима, наша вечная межзлота – это снег. Ну, а снег в любой поэзии, любой национальной поэзии – это такой символ, который олицетворяет собой чистоту и вообще веру, так сказать, в будущее. И поэтому, конечно, поскольку он проводится осенью, то была мысль всё-таки связать его как-то со снегом. И вот перебирая страницы своих любимых поэтов, я наткнулась на эту строчку, и мне показалось, что она, в общем-то, вбирает в себя как раз весь смысл фестиваля. Ну, могут спросить, какие цели там ставит перед собой фестиваль. Не просто же собрать друзей поэтов, почитать друг другу стихи. Мы прежде всего приглашаем тех поэтов, которые могут дальше работать над совместными проектами. Это и редактора, главные редактора журналов больших, которые могут печатать наши переводы в будущем. Это и директора издательств, которые могут издавать наши книги в будущем. И поэтому и переводчики, которые желают работать над переводами национальных поэтов, конечно, в какой-то мере мы эти интересы блюдём. И пять фестивалей вот за эти годы прошло, и в них приняло участие, ну, около 70, наверное, гостей. И многие из них на сегодняшний день остаются нашими друзьями. Они стали переводить якутскую поэзию. Вот я принесла книги. Подробнее попозже о них поговорим, да? И, в общем-то, это реальные дела. А фестиваль вливается в конкретные реальные дела, которые нацелены на развитие нашей литературы, якутской литературы. Что показало вообще проведению первого фестиваля? Может быть, пришли к каким-то определённым выводам, какие-то новые формы и так далее он стал обретать? Ну, конечно, по ходу проведения какие-то новые решения приходили. И вначале вот первый фестиваль принимали национальные общины, которые работают в доме Дружба Кулаковского. И тогда были у нас гости и из Татарстана, и из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Тывы. И все эти общины у нас есть, и они с удовольствием принимали своих соотечественников. И это был такой трогательный момент, который не мог остаться без внимания. Но позже как-то немножко это дело у нас стёрлось, но приходили какие-то другие решения. Допустим, мы проводим вечера поэзии, где на якутском языке читаем стихи своих друзей. Они читают на своём языке, а мы читаем на якутском языке. Это тоже в какой-то степени обязывает. И тут как раз завязываются те контакты, которые в будущем работают на переводческую деятельность. Потому что мы прежде всего имели в виду найти переводчиков для якутской поэзии, для якутской литературы. И вот этот вот... Ну, мы работаем всего три дня, фестиваль проходит. Но тем не менее, вот эти какие-то наши решения, они содействуют тому, что люди находят друг друга. Для того, чтобы переводчик нашёл своего поэта, тоже нужно, чтобы совпало всё. Много там показателей, как говорится. И вот как раз при таких обоюдных переводах люди находят друг друга. Примеры есть. А в прошлом году, в прошлом фестивале, в 19-м году мы поехали в мытах на родину Семёна Петровича Данилова. Там открывался Большой дом культуры. И каждый наш гость читал стихотворение Семёна Данилова о снеге и родился на снегу на своём языке. Это было такое незабываемое зрелище на татарском, на тувинском, на казахском, на сербском, на русском, на киргизском. В общем, почти на девяти языках это стихотворение звучало в тот вечер. Я думаю, что это как раз поэзия, она направлена в сердце человека, на его чувства. И как раз, если мы говорим о каких-то духовных скрепах, то именно поэзия может эти вещи, мне кажется, наладить. Интерес друг к другу, понимание и желание быть вместе. А насколько стихотворение, переведённое на различные языки, сохраняет свою поэтику, свою музыкальность? Ну, к сожалению, мы не все языки понимаем, но тем не менее, даже когда читают наши друзья на своих языках это стихотворение, то чувствуется, что люди прониклись этим стихотворением. Да и потом снег, ведь он не чужой, не для кого. К нам приезжали из Вьетнама гости, из Англии гости, которые, как говорится, очень редко этот снег видят. Но тем не менее, они были рады снегу. И в их поэзии тоже символ снега что-то там значит. Поэтому это не чужое дело для всех поэтов, которые занимаются вообще литературой. Я знаю, что поэтические вечера, проведённые в фестивале, проходили очень насыщенно залы, аудитории, порой не могли вместить всех любителей литературы. Это говорит о том, что действительно фестиваль востребован. Да, и я должна сказать о том, что наш фестиваль сразу тоже с первого раза поддержал Северо-Восточный федеральный университет. Они являются соучредителями нашего фестиваля по сей день. Тогда Евгения Саевна Михайлова это дело поддержала. Но сегодня ректор Анатолий Николаевич Николаев тоже поддерживает фестивали. Поэтому практически все пять фестивалей открывались в Большом зале Сергиляхских огней. Это 700 человек. И он всегда был полон. Но, к сожалению, нынче пандемия диктует свои правила. И поэтому большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме. Открытие состоится в зале ученого совета с соблюдением всех тех требований, которые на сегодня по козиду существуют. Подробнее мы в дальнейшем поговорим о программе ожидаемого теперь уже шестого международного литературного фестиваля «Благодать большого снега». Дорогие друзья, сейчас вас ждет блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим с поэтессой Натальей Ивановной Харламхевой. Будьте с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о международном литературном фестивале «Благодать большого снега», который раз в два года проходит в нашей республике. Какие результаты достигнуты за прошедшие годы? Какие литературные процессы происходят в других регионах России? И кого объединит фестиваль в этом году? Напоминаю, что наша программа одновременно выходит на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Вы можете звонить и задавать свои вопросы о фестивале. Я напомню, что гость нашей студии сегодня – известный писатель, прозаик, поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Союза писателей нашей республики, автор проекта Наталья Ивановна Харламхева. Ну что же, Наталья Ивановна, мы продолжаем наш разговор. И давайте вспомним предыдущий литературный фестиваль, пятый, который прошел у нас в 2019 году. Мы его называли юбилейным фестивалем, потому что это был пятый фестиваль. И проходил он в 2019 году. Но гости этого фестиваля, в общем-то, были люди не случайные. Вот я открываю тот буклет, который был в то время езден. Сергей Главюк – он наш давний друг. Он поэт-переводчик. В свое время мы с ним сделали антологию якутской поэзии на русском языке. Он издавал эту антологию, антологию поэзии народов кириллической азбуки. То есть не только славянскую он издал антологию, но и многих народов Российской Федерации, в том числе якутскую. Поэтому мы, конечно, очень давно дружим, и у нас еще много совместных проектов. Был из Татарстана Эркаиль Зайдулла. Он уже тогда был избран в госсовет Татарстана. И чуть позже он стал председателем Союза писателей Татарстана и принимал нас нынче в мае у себя, на днях Якутии в Татарстане. Это человек, который тоже очень дорожит вот этими тюркскими, так сказать, связями. И благодаря ему у нас в Татарстане вышла, вот лежит книга «Онтология современной якутской поэзии». И, будучи вот нынче в Казани, мы с ним заключили договор, ну, такой как бы намерений, протокол намерений о том, что в будущем году мы издадим «Онтологию якутского рассказа» на татарском языке. Я хочу подчеркнуть, что вот эти все книги, они издаются без каких-либо финансовых вложений, ни с их, ни с нашей стороны. Мы все переводы делаем, так сказать, в порядке благотворительности, издаем сами. А в обмен это они издают наши книги. И вот мы татарскую «Онтологию» тоже издали в свое время на якутском языке. И подобный обмен, конечно, он очень выгоден и для них, и для нас. Даулит Кирей Капулы – это поэт из Казахстана, который приезжал на прошлый фестиваль. Мы с ним тоже у нас совместный проект, но чуть-чуть забуксовал в связи с пандемией. Они тоже собираются издавать «Онтологию якутской поэзии». Приезжал к нам из Сербии Миловой Бачович, один из старейших их поэтов Сербии. Вот мы сейчас задумываем издать книгу «К столетию республики», книгу «Онтология одного стихотворения» в переводе на «Многие языки мира». Так вот, Бачович перевел стихотворение «Онтология» на сербский язык. Мы сейчас собираем эту «Онтологию». Но Сайлак Макамбу, тоже наш давний друг, председатель Союза писателей ТВ, она в свое время издала выдержки из романа о Чингисхане Николая Лугинова, издала мою поэзию отдельной книгой, издала книгу Василия Харасхала на туинском языке. И это тоже без всяких усилий. Мы только узнавали, что книга наша вышла на туинском языке. Это такой трудоголик, такой верный литературе человек, которому, в общем-то, мы все обязаны. Поэт. Татарский поэт Газинур Мурат приезжал к нам в прошлом году. Он тоже занимается переводами якутской поэзии. Мы иногда включаем состав гостей своих поэтов, которые живут в районах. И на прошлом фестивале гостем была Елена Овчарова из Томмота, из Алдана. Она известна, что в свое время была организатором большого фестиваля бардов «Берег». И замечательный поэт, член нашего союза. И, в общем-то, наш полпред в Южной Якутии, можно так сказать. Амарсана Улжатуев, он сам бурят, пишет на русском языке. Тоже наш давний друг. Амарсана переводами, конечно, не занимается, но он очень много ездит, пишет, сотрудничает со многими литературными журналами. И в этом плане, конечно, он много написал о поездках к нам, о том, как у нас относятся к литературе и так далее. Афак Шехлы к нам приезжала из Азербайджана. Она поэт, переводчик. Она переводила мои стихи, и не только мои стихи. Рассказы Анатолия Слепсова переводила. Она на азербайджанский язык молодых наших поэтов. Очень интересный человек по профессии врач. Григорий Шувалов, тоже молодой поэт из Москвы, который нынче к нам снова приезжал для участия в проведении семинара молодых русскоязычных писателей. Юрий Щербаков, он живет в Астрахани. Но бывает иногда так, что поэт, он сам по себе поэт. Он только творит, пишет свои стихи. А бывает так, что человек открыт миру, и у него есть желание переводить. Так вот, у Юрия Щербакова есть это желание. И он перевел очень многих наших поэтов на русский язык. И неплохо перевел молодых. Особенно Гаврила Андросова, Рустама Каженкина. И мы собираемся с ним дальше сотрудничать. Вот такие гости у нас были на прошлом фестивале. И мы, естественно, поддерживаем по сегодняшний день с ними связи и те проекты, которые были задуманы в дни проведения фестиваля. Некоторые уже, как говорится, воплотились. Приносят свои плоды. Давайте расскажем о книгах, которые у нас здесь представлены. Да, ну вот про татарские антологии я рассказала. Как раз на татарском языке антология и якутская поэзия. Это результат предыдущего фестиваля. Совместный обмен состоялся. А вот ниже лежат две антологии. Это антология на польском языке современной якутской поэзии и антология польской поэзии на якутском языке. Это мы с паном Александром Навродским задумали этот проект. Это был первый наш такой обменный проект. И мы его воплотили в жизнь. Александр Навродский влюблен в Якутию. И очень много сделал для укрепления наших связей. Много переводит. Не так давно у него вышла книга о своих поездках в Якутию. Его жена Барбара Навродская была фотографом. Они приезжали вдвоем и сделали прекрасную книгу о Якутии. Он всегда шутил и говорил, я, наверное, первый поляк, который сам по своей доброй воле приехал в Якутию. Но где-то он был прав, конечно. Наталья Ивановна, мы очень много говорим о переводах. Хотелось бы знать какие-то вопросы, как на сегодня решаются по переводческой деятельности, как обстоит дело. Много ли у нас специалистов в этой области? Ну, дело, видите, в чём... В своё время в Советском Союзе существовала прекрасная школа русского перевода. Но все эти переводы делались через подсрочники. То есть кто-то делал первоначальный перевод такой. Ну, не скажу косноязычный, а переложение на прозаическом стиле. А потом переводчик брал и на руинах, так сказать, этого стихотворения создавал новое. Но там были асы своего дела, мастера своего дела. Ведь такие переводчики, как Яков Козловский, они создали поэзию Расула Гамзатова на русском языке. И Кайсына Кулиева, и Давида Кугультинова переводили русские поэты на русский язык по тем же подсрочникам. И понимая, что всё-таки перевод по подсрочникам в какой-то степени не стопроцентно достоверен. В своё время Семён Петрович Данилов, будучи председателем Союза писателей, добился того, чтобы в 1974 году была набрана группа переводчиков, которые бы переводились якутского языка на русский язык. Но, видите ли, творческое дело, вообще литературное занятие – это дело такое, которое на 100% никогда не может сойтись. Потому что творческий человек может где-то как-то… Ну, не то чтобы передумать, а какие-то у него изменения могут произойти в душе. Ну, в общем, из этих десяти человек закончили в своё время литературный институт где-то только семь человек, но они сделали очень много для переводческом деле. Ну, я назову Марию Алексееву и Аиту Шапошникову, которые переводили, сделали первоначальный перевод Библии на якутский язык с институтом Библии работали. После этого доработал Дмитрий Конович-Сивцев, Соруна Малон литературно. Альбина Борисова очень много переводила и произведения Платона Аюнского, и современных авторов. То есть они поработали. Но условия, которые могли бы быть созданы для них, в своё время не были созданы. Они работали где-то в средствах массовой информации и так далее, и так далее. А переводческое дело у них как бы шло просто на втором плане. И в 2018 году с литературным институтом тоже был заключён договор, набрана группа, ну, маленькая, пять человек, и уехала с ними в качестве куратора и преподавателя Аита Фимовна Шапошникова, переводчик. И на сегодня они обучаются в литературном институте. Конечно, мы питаем надежды, что ждём. Но дело в том, что вообще поэту находиться только в своём этническом пространстве — это как бы медленно гибнуть. Ему нужно обязательно приводиться на другие языки, расширять своё пространство, впускать в это своё поэтическое пространство другие поэтические символы, других народов, другие какие-то понятия. И закрытость этническая, она, конечно, никогда к добру не приводит. И поэтому на сегодня очень серьёзно стоят вот эти вопросы переводческой деятельности. Хорошо, дорогие друзья, впереди вас ждёт рекламный блог, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о Международном литературном фестивале «Благодать Большого снега». Будьте с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о Международном литературном фестивале «Благодать Большого снега», который раз в два года проходит в нашей республике. Какие результаты достигнуты за прошедшие годы? Какие литературные процессы происходят в других регионах России? И кого объединит фестиваль в этом году? Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК «Саха» одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. А я напомню, что гость нашей студии сегодня – известный писатель, прозаик, поэт, заслушанный работник культуры Российской Федерации, председатель Союза писателей нашей республики, автор проекта – Наталья Ивановна Харлампева. Наталья Ивановна, не продается вдохновение, но как же рукопись продать? Мне кажется, что вот этот вопрос остается актуальным на все времена. Ну да, конечно. Если говорить о том, об издательской деятельности, которая очень сильно изменилась за последние годы, то есть сегодня издатели, прежде всего, думают о своей выгоде, о том, как продать эту книгу. И поэтому очень много коммерческих издательств. Ну, вы сами видите, в книжных магазинах у нас там можно прежде всего наткнуться не на книгу классика, а на какие-нибудь эзотерические издания, астрологические издания, или же женские романы, детективы, фэнтези и так далее, и так далее. Потому что это быстро продается и быстро покупается, и выгода сиюминутная. И сегодня, конечно, вопрос, если углубляться в это дело, вопрос о том, каким должен быть настоящий издатель, который радеет за настоящую литературу. Это очень сложный вопрос. И сегодня издательством, и нашему издательству, бывшему Бичи, к сегодняшнему Аяру, приходится лавировать, чтобы иметь выгоду через коммерческие издания, и в то же время поддерживать национальную литературу, причем на пяти языках у нас литература в республике создается, создается, и донести произведения новых писателей до читателей. Конечно, им в какой-то степени приходится сложно, но ведь их главная задача — поддержать современную национальную литературу. Поэтому в издательское дело даже не хочется углубляться, потому что время диктует свое, а вечные темы, они не очень быстро продаются. Еще одним из важных результатов фестиваля является поддержка наших местных авторов. Открывать имена — это важная часть такой работы. Как работать с литературно одаренной молодежью? На фестивалях мы свои имена не открываем, мы их открываем. У нас система работы сложилась за эти годы. Мы тоже раз в два года проводим республиканские совещания молодых писателей. К сожалению, в 2020 году оно прошло в режиме онлайн. А между этими совещаниями мы проводим семинары, то есть выбираем тех, которых считаем наиболее перспективными, и вплотную работаем с ними. В этом году у нас прошло два семинара таких. Один для сахоязычных авторов в сотенцах. И очень хорошие ребята были. И даже те мастера, и я в том числе, которые руководили этими семинарами, мы были очень довольны тем, что идут люди думающие, настоящие писатели, которые не склонны к коммерческим темам, а к настоящей литературе. И в Табаге мы провели семинар русскоязычных писателей. Мы собрались со всей республики. Был представлен и Алдаун, и Алёкминск. Но многие не доехали, потому что тут стоял дым как раз в это время. Даже среди Николымска прилетел с большим опозданием. И там тоже были очень интересные авторы, от которых можно ожидать в будущем каких-то интересных крупных произведений. И вот эта система работы Союза писателей Якутии, она дает свои плоды. В свое время подобные семинары – это не новшества. Они проводились в советское время комсомолом совместно с Союзом писателей. Потом всего это подзабылось. И с 2004 года мы возобновили эти совещания. И результат таков, что по итогам этих совещаний мы иногда рекомендуем Союз писателей стать членом Союза писателей России. У нас человек 15 уже стали членами Союза писателей России. И на сегодня составляет такой боевой костяк, скажем так, творческий костяк нашего Союза. Но видите, в чем дело. Я сама когда-то была молодым автором, который стеснялся открываться перед читателем, где-то говорить о своих произведениях и так далее, и так далее. И бывает так, что не все талантливые люди бывают охвачены вот этими нашими мероприятиями. Но и для таких людей, в общем-то, путь открыт, потому что мы проводим открытые конкурсы. Два литературных журнала, «Полярная звезда» и «Чолбон» работают. Поэтому, если кто-то захочет все-таки показать свое творчество, этот человек без внимания не останется. Но графоманство никто не отменял. Есть и это. Но с годами я лично стала графоманству относиться очень даже лояльно, потому что это в какой-то степени лучшие наши читатели. И бывает и так, что и с этими людьми можно как-то поработать и найти какие-то точки соприкосновения. И, так сказать, приклеить ярлык графомана и отказаться полностью от них, в общем-то, может быть, и не стоит. Наталья Ивановна, давайте поговорим о программе фестиваля, который мы ждем буквально на днях. Что задумано? Фестиваль нынешний, он немножко ограничен в рамках, конечно же, в связи с пандемией, с коронавирусом. И наше мероприятие в большинстве пройдут в режиме онлайн, записи в прямом эфире, и затем это будет выложено на YouTube. Примет их глава республики Айсен Сергеевич Николаев, потому что он и прошлый фестиваль принимал, и в этот раз стоит в его плане, если, конечно, ничего не поменяется. Мы хотим, вот и про открытие я уже сказала, и у нас там традиционно обычно принимает президент СОВФУ Евгения Саевна Михайлова, которая с самого начала поддерживала наш фестиваль. Ну, будет вечер поэзии, большой вечер поэзии национальной библиотеки, где мы будем читать переводы друг друга. Я думаю, что это будет очень интересный вечер, он будет идти в прямом эфире, и тоже будет выложен на YouTube. И также будет круглый стол на студии Сахамедия, тоже будет идти в прямом эфире, и тоже будет выложен на YouTube. И тема этого круглого стола «Евразийская муза. Вчера, сегодня, завтра». Это очень интересная тема, её можно рассматривать в нескольких ракурсах, как и в географическом, как и в авторском, как и в сегодняшнем, там, политическом, так сказать, ракурсе можно рассматривать. Но интерес русской классики к Азии, совпадение всех вот этих поэтических вещей в русской национальных поэзиях – это разговор, который, я думаю, нас будет вдохновлять. И предстоит поездка в Горный Улуз на родину Семёна и Сафрона Петровича Даниловых. Мы там посетим их музей, галерею Афанасия Осипова. Ну, тоже всё по минимальному варианту. И там тоже будет встреча онлайн в Центре духовности имени братьев Даниловых. Но, значит, некоторые могут задаться вопросом. Всё будет в режиме онлайн. Не проще ли было бы, так сказать, их смес, так сказать, и пригласить, и провести это в режиме онлайн. Но дело в том, что приедут люди, которые почувствуют наш снег, нашу природу, увидят нашу тайгу, напрямую пообщаются с авторами. И я думаю, что всё равно завяжутся какие-то контакты, которые принесут свои плоды. И едут два почётных гостя. Это Аида Ивазова, поэта из Азербайджана, которая перевела красного шамана Платона Аюнского на азербайджанский язык. И сделала два издания без всяких вложений с нашей стороны. В Баку, Азербайджане, книга вышла. И в Анкаре, в Турсии. Это, в общем, я считаю своего рода подвиг. И Алтанай Тимирова из Кыргызстана. Она тоже перевела произведения Платона Аюнского и издала отдельной книгой. Но там при поддержке правительства Кыргызстана Платона Аюнского. Вот два человека, которые сделали очень много на сегодня для якутской литературы. Они будут нашими почётными гостями. Также едут руководители творческих союзов Елена Петеляйнин, председатель Союза писателей Карелии. Илья Виноградов, председатель Мурманского союза писателей. Вадим Терёхин, председатель Калужского союза председателей. Все они поэты. Я просто подчёркиваю, что это те люди, с которыми можно говорить о проектах. Планы большие. Я надеюсь, всё, что мы запланировали, сбудется. Давайте для наших телезрителей, радиослушателей скажем, с какого по какой пройдёт фестиваль. Где можно будет подключиться, ссылки найти и так далее. Ссылки мы постараемся по WhatsApp все разослать. Открытие состоится 26 октября в зале учёного совета СУФУ, 18 часов. Вечер поэзии состоится 27, тоже 6 часов в историческом зале библиотеки. Я думаю, что ссылки в WhatsApp будут, и можно будет подключиться. Хорошо, Наталья Ивановна, мы благодарим вас за очень интересную беседу. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Сегодня мы говорили о международном литературном фестивале «Благодать большого снега», который пройдёт в столице нашей республики. Всего вам самого доброго и до свидания.